Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители. Хочу сегодня на несколько вопросов ответить и хочу, чтобы немножко информации давать о своем опыте. Хотим поделиться, как мы ведем бизнес, как мы делим вместе с моими учениками. Будем говорить об этом. Если это будет полезно для вас, в связи с этим кризисом берите и используйте. Буду очень рад, если буду полезным для вас. Сейчас в дальний момент на всех соцсетях и везде очень шум, гам, в связи с этим курсом валют, в связи с этим войной и так далее. Очень много страха, очень много паники, очень много переживаний, очень-очень много, можно сказать, неясности, неопределенности. И непонятно, что будет в состоянии, в такое время, что непонятно мы вообще, куда двигаемся, что делаем. Поэтому у многих людей паника, особенно если человек в бизнесе, особенно если у человека большая кредиторка. А если у человека большие статьи расходов, скажем, в виде арендной площади или зарплаты и так далее, постоянные расходы или перед поставщиками, если большие долги и так далее. Или если большая дебиторка, например, на местные валюты товар под реализацию давали, можно сказать, сотни тысяч долларов или миллионы долларов, теперь их возвращают на местные валюты, соответственно, и резко теряешь и так далее. В связи с всеми этими вещами происходит огромная моральная нагрузка, психологическая нагрузка. И знаю огромное количество ребят, которые сейчас, честное слово, лечатся и, можно сказать, получают капельницы и так далее, для того, чтобы восстанавливать свои нервные системы. И решил сделать такое серие видео из нашего опыта, с надеждой, что это пригодится вам. Поэтому, дорогие мои, самый первый совет, который я бы хотел сказать, первый вещь, нужно принимать изменения, нужно быть готовым к изменениям, надо психологически быть готовым. Внимание обратите, сама жизнь, она не бывает ровная, сама жизнь гладкая не бывает, она никогда не будет гладким. Тем более, когда мы живем с вами в рыночной экономике. А если мы живем условия рыночной экономики, она постоянно будут колебания, постоянно вверх-вниз колебания и так далее, и так далее. Это однозначно будет. Ничего вечно не будет, даже если вы стоите перед зеркалом, посмотрите себя, и фотография, которая у вас была 20 лет назад, вы два разных человека. Ваш характер, ваши мнения, ваше мировоззрение, вы другой, понимаете? Все меняется, ваша жена уже не та, которой вы женились, или ваш партнер, с которым вы начали работать. Самый первый мой совет – это умение психологически принять любые изменения и быть готовы к изменениям, и тогда это дает вам внутреннее спокойствие, тревога уйдет, и вы тогда можете быть способным управлять ситуацией, которая происходит с вами и с вашим бизнесом. И тогда вы научитесь, как в этом хаосе, неразберихе и состоянии неопределенности, какие действия совершать, которые хотя бы привезут к менее рискованным потерям, хотя бы уменьшить ваши потери или хотя бы держаться на плаву и так далее. Поэтому самый первый мой совет – это научиться просто принимать изменения. Это очень-очень важная вещь. Раньше я думал, что успешный человек – это тот, у которого есть, например, какое-то недостижение, например, скажем, у него активы на столько-то миллион долларов, или у него какие-то там достижения в других сферах есть и так далее, или есть денежный поток и так далее. Я раньше и так думал, это был один из мерок или один из параметров для моей понятия успешного человека, а на сегодняшний день начинаю очень хорошо понимать, что есть еще высшая степень успешного человека, по которому я осознаюсь сейчас. Это кто? Это тот человек, который, можно сказать, знает, как себя вести и что делать с теми ситуациями, которые жизнь его преподносит. Пожалуйста, внимание обратите. Этот человек стоит намного выше, по сравнению с того, кто накопил какой-то капитал или другой-другой, или какой-то там спорт и достижения имеет, или музыки, или где-то. Понимаете? Это намного более успешный человек. Что это означает? Повторю еще раз. Внимание. Это человек, который знает, что делать с теми ситуациями, с теми положениями, с теми, можно сказать, подарками судьбы, которые судьба преподносит его. Например, если его бросили, партнеры ушли, он знает, что с этим делать. Если он попал в кризисе, он понимает, как из этой ситуации выбраться. Если он попал в долгах, он понимает, как с этим справиться. Если вдруг случились в его жизни разводы и так далее, он знает, как с этим справиться. Если против него выходит огромное количество и критикуют его, и с этим он знает, что делать. Если ему вдруг здоровье подвело, и он с этим знает, что делать. Вот успешный человек именно это, который в повседневной жизненной ситуации то, что жизнь преподносит, справляется, и у него есть какое-то понимание, что с этим делать. Поэтому самый первый мой совет, будьте готовы к изменениям, принимайте его. Мой самый лучший совет вам, жизнь продолжается. Запомните, не отчаивайтесь. Это этап для того, чтобы мы прошли с вами новый уровень. И морально, и духовно, и материально. Так что самый первый совет, пожалуйста. Если вы первый поймете, остальные хорошо поймете. Дальше. Второе. Сейчас в данный момент курс валюты. Курс валюты еще не формировался. Он будет еще колебаться. И никто не мог нам точно сказать, до какого уровня он поднимается. Обычно он поднимался раньше 20-30%, максимум до 50%. А этот раз в рубле он почти 100% догонял. А в тенге 20-30% поднимался, если упали и так далее. И это еще не конец. Я хочу вам сказать, это не конец. По моим понятиям, это не конец. Дай бог, чтобы я ошибался. Возможно, она будет еще колебаться. Возможно, она будет еще колебаться. Поэтому, в связи с тем, что курс могут еще колебаться, значит, мы не можем повылять на этот курс, но мы можем управлять свой бизнес. Мы можем повылять на свои собственные решения. Как себя будем вести в рамках сложившейся курсовой разницы, в рамках сложившейся, вот данный момент, что происходит на рынке. Мы можем на это повылять. Поэтому определенные действия сейчас буду рассказывать. То, что я предпринимаю в своих бизнесах, и наши ученики предпринимают наши бизнесы. Из опыта будем говорить. Надеюсь, что это вам помогут. Но еще одно вещь скажу вам, что то, что вчера успешно работала, могут и завтра успешно не работать. Такое тоже могут произойти. И мы должны быть готовы к этому тоже. В связи с этим курсовая разница, в связи с этим курсовой разница, на что держать деньги? Это третий совет. На что держать деньги? На что держать деньги? Если вы бизнесмен, держите деньги на ходовой товар. Некоторые бизнесмены мне пишут, наставник, товар заказать или нет. Как быть? Да, закажите ходовой товар. На свои деньги купите ходовой товар. Держите ходовой товар. с 90 годах до сегодняшний день более 10 или 20 случаев знаю которые ребят которые я был свидетелем и некоторые даже который потом я советовал который мы держали ходовом товаре и выиграли просто на свои деньги закупайте ходовой товар если вы бизнесмен если вы бизнесмен делайте этого вот держите на ходовой товар но держите от 3 до 6 месяцев от 3 до 6 месяцев ваши административные расходы как резервный фонд и держите это банковском ячейке кейш живыми деньгами держите их в банковском ячейке от 3 до 6 месяцев административный расход ну ваши расходы которые с вашим компании так далее сможете 6 месяцев не держит не сможете хотя бы трехмесячный она все остальные купите ходовой товар вы не проиграете не бойтесь много раз это видел и много раз делал сам советовал своих учеников и мы выиграли каждый раз когда это делали а если вы не бизнесмен у вас нету бизнеса если вы не бизнесмен пожалуйста держите банковские ячейки чтобы когда вам надо тогда могли брат когда вам надо что могли то там управлять желательно на несколько разная валюта то есть это для тех людей которые деньги держат депозиты можете держать в золоте какой-то час какой-то час держите небольшой частью они и небольшой часть держите все-таки доллар и евро как бы люди не говорили чтобы они не говорили сразу за один день доллар и евро не исчезнет это однозначно за это время мы уже как я уже сколько лет слышу когда люди начнут говорю ой доллар такой долларской и так далее но сами ищите его так что это будет еще как минимум 10 лет потому что просто так доллар не уйдет с рынка это однозначно следующий совет 4 мне не кто-то задавал вопрос закупить товар или нет я сказал об этом закупите ходовой товар не бойтесь закупите товар 5 продавайте только наличными пожалуйста повторяю продавайте только наличными не давайте под реализации так далее продавайте только наличными почему потому что когда ведь только наличными продаете вы можете под контроль держать ситуацию дальний момент вот такая ситуация продавайте только наличными вы можете мне сказать объемы падает вы можете мне сказать что это только наличные продам они пойдут у конкурента берут пусть они берут у конкурентов зато ваш конкурент быстрее банкротится пусть берут у конкурентов и пусть идут берут ничего страшного если помните что товар у вас есть вы всегда выигрыши в таких ситуациях выиграет тот у кого из товар особенно у кого сходовой товар вы всегда выигрыши будете если держит товар так что продажи будут упасть это однозначно частные которые ваши клиенты пойдут конкурентам они могут купить у конкурент это нормально пусть покупают у них его это в долг зато вы выигрыши под конце концов часть ваших конкурентов количество однозначно уменьшается потому что они проиграли в том плане что курсовая разница очень сильно будут влиять 6 мой совет поднимите цены не оставьте ценник как раньше почему если цены оставите как раньше вы на тот сумма который продавали товар закупить на этот объем товар закупить не можете если 100 штук что-то продавали 100 что купить не можете особенно если вы закуп делите на валюте и продать и местной валюты если закуп делите иностранной валюты и продать и местной валюты тогда вы тоже сами количество товара закупить не может поэтому когда вы поднимаете цены что произойдет соответственно час продажи падает вы будете медленно продавать это вот как раз то что нужно в период кризисе это как раз то что нужно к период крисе небольшими шагами шагайте это как раз то что надо самыми главе чтобы вы держались это похоже что вы водите машину но вы же не всегда нажимаете на газ правда я думаю что вы большей степени иногда нажимаете на тормоз когда сталкиваетесь опасности бизнеса то есть когда машину водите когда машине водите от трудности от опасности вас оберегать не газ а тормоз бизнес похож на этого когда вы сталкиваетесь с высокими рисками кризисные периоды так далее очень правильно используйте пожалуйста скорость и очень правильно используйте тормоз астана умение останавливаться умение понимаете не делать то что не надо внимание обратить следующий вопрос ответ некоторые за вопрос наставник ну сезон пройдет если я буду держать сезон могут пройти ну да вы праве сезон могут пройти они говорят если все товары я буду держать ходовом товары все деньги даже ходовом товары и цены подниму могут сезон пройти и тогда мне будет тяжело их продавать дорогие мои я вам вот что скажу сейчас дальний момент связи с этой колебание курса сильные колебания курса происходит три вещи первые часто ваши конкуренты банкротства обязательно у кого большая дебиторка то есть его деньги были в руках людей пока он соберет их на местной валюте соответственно он меньше закупает товар по сравнению то что было то что он раздал соответственно слабеет он не может быстро обеспечить ходовой товар у кого большая дебиторка второе у кого большая кредиторка то есть тот человек у кого кого были долларовые кредиты и так далее так далее валютным или доллары обязательства перед поставщиком ему дальше оптовые поставщики если они давали ему раньше под реализация сейчас не дадут ему соответственно у него не будут ходового товара понимаете что произойдет 3 часто у кого постоянно расходы большие то есть надут и административные расходы это большая штат который накупается или неаккуратное управление можно сказать финансы внутри организации и так далее эти тоже ослабеет слабеет и здесь по исходя из этих три показателя могу уверенно сказать что в любом отрасли в любом отрасли 15-20 процент бизнесмене банкротится даже иногда порою до 30 процентов может быть и больше соответственно их не доля куда придет доля рынка это потребитель куда двигаться это потребитель начинает искать у того у кого это есть наличие вот и все так что вы не бойтесь что якобы там сезон пройдет я не успею продавать нет если у вас из ходовой товар выигрыши вам надо это делать вы однозначно будьте выигрыши вот так что вы все продадите все будут отличные все будут нормально и так далее следующее когда я говорю что вот внимание следующее на следующий совет 8 соберите дебиторку если у вас из дебиторка в руках людей звоните и начните аккуратно по графикам составьте с ними график чтобы умели отношения порты не стоит это всего лишь деньги жизнь с этим не заканчивается еще ла будем еще жить так что дебиторку по чуть-чуть по чуть-чуть надо собрать звоните им попросите и по чуть-чуть по чуть-чуть соберите сколько может сегодня сколько может в этой неделе сколько можешь пожалуйста давай повымеривай твои возможности закрывать я хочу тебе помочь чтобы ты его закрыли я не хочу проиграть и не хочу чтобы тебе давать так если ты сейчас закроешь я тебе готов брат более сегодняшний например фиксировать курс а завтра курс если будут еще выше мне придется от тебе требовать высокой курсы тогда они начинать с радостью быстрее закрывать ваши дебиторги что 9 9 советов кредиторы если у вас из кредиторы ходите к ним фиксируйте курс в крис фиксируйте курс и максимум постарайтесь если особенно долларами у вас есть обязательства закройте этого потому что если вы доллара обязательства имейте лучше его закрывать сами удобнее вариант а если нет возможности но бывает такое же бывает такой что есть возможность его закрыл а если нет возможностей тогда в таком случае что делать надо вести переговоры надо вести переговоры я был таких ситуациях не один раз и это все пережили и понимаю о чем я рассказываю так что ходите ведите переговоры с кем кого можете фиксируйте курс фиксируйте курс на это уровне и двигайтесь дальше не останавливая все равно работаете и самое главное отношения не порт ни с кем если ваши кредиторки начнет давить на вас вы должны сказать я не потерялся я на связи я работаю это всего лишь деньги я все равно погашаю так что пожалуйста не дави на меня не угрожай меня от того что тебя вещи угрожаешь денег не появится понятное дело что так произошло я у тебя не украл мы работаем вместе так что я стараюсь пожалуйста дай мне возможность это все закрыть осталось чуть-чуть я это сделал и вы работаете и начнет хотя бы частами закрывать избавьтесь от кредиторка это очень важно когда вы избавьтесь от кредиторка ваше сознание освобождается вы будете думать лучше у вас внутренняя сила внутренняя энергия вдохновение уверенность растет так что кредиторку надо закрывать закрывая кредиторка вырастете вы станете более уверенными это закон такой вот следующий совет 10 если дальний момент у вас были какие-то планы инвестиционные проекте например постройка новое здание покупка как-то новой недвижимости или как это там постройка новый сэх и так далее так далее мой совет к вам приостановите его приостановите инвестиционные деятельность до энный период пока пока курсовая разница не будут вам ясно и понятно я буду рассказывать несколько примере как я это делал у меня было план строить в этом выводит весной вот это сейчас мало в начале марта конца февраля в начале марта у меня был план где-то на миллион 600 тысяч долларов уже новый саде делать у себя новый саде делать до того когда война начался неделю до этого место на вели все ну где-то три дня или 4 до война когда джесс еще курс не был колебания остановили всем почему потому что чувствовал что вот к этому придет уже опыт подсказывает уже видим и остановить правда некоторые мои поставщики некоторые партнеры они начали мне говорится с европа были они и так далее начали мне говорит как это так мы из договор и договорились так далее я сказал да вы праве но я не хочу терять я готов вам платить и не простой штрафе но сейчас запустить этот проект не хочу я остановил это правда это был один проект поэтому и еще были у меня другие проекты сейчас я дойду расскажу поэтому еще был два другие проекты инвестиционные их тоже приостановили там была закуп участки была закуп большой недвижимость я их тоже остановил я сказал ребята стоп хотя были договоренности переговоры были больше четырех месяц потому что есть когда вы большие объекты закупайте это неодноразовая переговоры там многоэтапный переговор и 4 месяц 4 месяц мы были переговоры и все и да то цена которая нам надо было договорились а потом я остановил я сказал простите но мне нужно остаться до какой-то этап ясности мне надо определиться так что извините и остановил это важно это очень очень важно за годы вот это период с 90-х годах до сегодня мы много раз пережили это все и накопилось некий понимание этих вещей вот поэтому есть любой инвестиционный проект пока временно остановить повремените это не означает что совсем откажите вы скажете что давайте через три месяца возвращаемся к этому разговору посмотрим и не как будет хорошо дальше один из совет если у вас деньги есть максимально то что вы планировали для инвестиционных проектах инвестиционной деятельности вот это всю сумму усилите товароборот это очень очень важный совет вот всю свою фокус где эти деньги направьте на товароборот максимально товароборота почему потому что понятное дело что часть конкуренты уменьшается это даст вам шанс доля увеличить бар клиентская база увеличить доля рынка это очень очень хорошо помогает я так делали делаю сейчас тоже своим парфюмерный бизнес так делаю овощи и фрукты так делаю сейчас я да это правда магазины техники так делаю я сейчас так делаю но если ваше направление следующий совет это 12 если ваше направление присел то есть то направление которое вы занимались спад пошел в это отрасли потом чем вы занимались пошел спад тогда что делать в этот момент если ваши отрасли ваше направление спад пошел он начал снижаться спад пошел и так далее сразу займитесь следующий шаг делайте это что посмотрите вокруг этого отрасли что можно делать что можно для вокруг это отрасли делайте этого например скажу вам прошлый раз когда пандемия начался ми продам ми продам парфюмерии когда пошел пандами и так далее мы начали думать как быть что делать и потом соответственно наши вот это магазине островки парфюмер настрой все были торговых центрах вот представьте все были торговых центрах а торговые центры закрыли только начали работать 20 процентов наши магазина работали 80 процентов магазина закрылись пандами и тогда мы быстренько начали что делать меня понимаем что в это вирус проходит через воздух и мы начали что делать мы начали думать почему бы нам не сделать такой с ароматом более приятным вкусом эти антисептики чтобы через вентиляции запустились то здание здание там добавляем вентиляция и все весь здание очищается убивает эти микроби и так далее и так далее мы начали думать так делать но пока это все бегали делали и покупали его с европа технологии так далее время потом и начали закупать флакон из китая и подмосковь начали организовать и начали продавать воде ты ароматизированы с вкусом антисептики когда начали чуть-чуть продавать чуть-чуть продавали, может быть, небольшое количество, и тут же выходили к нам крупные заводы, которые занимались именно антисептиками. И им понравились наши флаконы и так далее. Они начали сказать, вот эта тара можете нам продать? Мы начали продавать им тару. Потом через максимум в течение месяца, в общем, в течение месяца мы поняли, что нам не надо производством заниматься. Мы только продавали тары. Только продавая флаконы, мы зарабатывали даже чуть-чуть на тот период больше, чем даже то, что зарабатывали на парфюмерии. То есть получается, что надо заниматься что-то вокруг того, что ты делаешь. Но ни в коем случае не заниматься другой сферой. Мой совет, хотя многие рекомендуют, но я не рекомендую это. Потому что другой сферой заниматься период кризиса, когда у тебя нет опыта, когда ты не понимаешь, это неизвестные риски для тебя, абсолютно неизвестные. Например, многие люди мне начали предлагать... Когда был кризис, пандемия, давайте поставляем маски из Малайзии отсюда, из Китая туда, откуда-то, куда-то. Я отказался. Я помню парень, который мне прилагал, он сказал, инвестируйте в меня где-то, он прилагал полмиллиона долларов. Из Малайзии откуда-то там поставляют к нам? Я отказался ему. Потом он где-то заказал, я помню, что... А, он, по-моему, потом из Узбекистана заказал, чтобы ввезти в Россию, что ли, или откуда-то, куда-то. В общем, одним словом, они заказали огромное количество эти маски. Потом... Это его бизнес абсолютно другой бизнес. Просто от того, что это был в тот момент выстраиван, он начал заказать эти маски. И этот товар, когда пришел между граничными, вот между границами и так далее, когда прошел, в законе принялись, что одно государство, другое государство не продават маски. Пусть каждый государств сам производит эти маски. Представляете, у него эти маски долго лежали между границами. Очень долго. Я не знаю, сейчас он забрали их, не забрали их, получилось, не получилось. Даже не знаю, честно сказать. Его деньги заморозились так. Еще знаю 2-3 пары, которые вообще понятия не имели, пошли масло продавать. А кого-то другой пошел там... Там семечки закупить, отправлять. А третий там еще что-то. Понимаете, они все потеряли. Они реально потеряли деньги. То, что у них было в руках сумма, они это потеряли. Ну, по крайней мере, на 20-30% точно потеряли. Поэтому, если ваше направление, она присела, то есть она стала как-то слабее и мало начали давать вам доход, посмотрите вокруг него, что есть этим занимаетесь. Но что-то другое, абсолютно другое не занимаетесь. Например, если вы стройматериале... Если вы стройкой занимались, можете стройматериал продавать. Или заниматься услугой ремонта. Вот что-то такое, понимаете, вокруг этого. Или создать продукт, который... То есть получается, что мы понимаем, что в период кризиса люди меньше начнут тратить, они постараются, например, меньше расходовать. Если вы помните, кафе держали люди или ресторан, в период кризиса что начали делать? Начали заниматься доставками. Возможно, по-другому продавали этот продукт. Тоже сами продукт, по-другому. Жизнь-то все равно продолжается. Люди же не останавливаются. Они же не останавливаются кушать. Они все равно будут кушать, они все равно будут одеваться. Например, если в магазине одежда закрывалась, через интернет начали заказать. Просто либо подход другой, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Так что не переживайте. Жить будем. Так что не тряйте дух и уверенно продолжайте. Я повторяю, успешный человек – это тот, который справится со ситуациями, которые жизнь преподносит ему. Это очень важно понять. Следующий совет. Значит, другими вещами не заниматься. Заниматься только то, что понимаете. Потому что если вы будете пойти в другой отрасли, которую вы не понимаете, соответственно, риск высок. То есть от дождя убегал и стоял под водотоком. Чтобы вот так не получилось у вас. Хорошо? Бежим от дождя и стоим под водотоком, как не надо. В дальний момент кризиса, как я вам сказал, что водителя спасают от опасности тормоз, в дальний момент кризиса иногда очень важно маленькими шагами шагать, маленькими шагами. Но! Но! Держать в голове видение того будущего, куда вы стремитесь. Потому что кризисы будут, иногда бывают спад рынка, подъем рынка и так далее. Но ваша жизнь, она одна. Ваша жизнь, она одна, и надо все равно пойти за свои цели. В голове держать свою цель. То есть кризис не должно стать причиной, что вы бросили эту цель, пошли в другую степь, пошли в другую сторону. Нет. Просто шагайте маленькими шагами, чтобы держаться на плаву энное количество времени, но цель в голове держите. готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Это очень-очень важно. Готовьтесь. Хорошо. При открытии меньше стала работа, самое главное держаться на плаву, начните больше заниматься спортом, начните, наконец-то возьмите, если вы хотели учиться какие-то языка, начните учить эти языки. Вы, наконец-то, хотели заниматься здоровьем, займитесь этим. Вы должны расти внутри. Стратегия вода. Вода что делает? Вода, когда сталкивается с тамбо или барьерой, или что-то, вода что делает? Вода обойдет его. Любое препятствие, когда вода встречает, если это препятствие большая, вода первый шаг, что делает, первая стратегия обходит его. Так? Не пытайтесь бороться с этой барьерой, с этой препятствием. Например, большой камень, вода не пытается с ним бороться. или большой скала. Обходите его. Это первая стратегия. Значит, вы тоже сами можете это делать. Второе. Если барьера, как дамба, большая, вода перестанет паниковать, просто останавливается и накопит силы, набирает мощь. А потом сорвет любую дамбу. То же самое делайте. Когда сталкиваемся с каким-то одним сильным барьером, сложным ситуациям и так далее, не надо паниковать, надо успокоиться. Надо успокоиться внутри, накопить мощь, накопить силу, наращивать внутри себя навыки, как я справлюсь с этим задачам, с этим ситуациям. И тогда вы точно справитесь. Следующий совет мой. Сдает вопросы наставник, стоит купить акции, если сейчас все пошло вниз и так далее, это же шанс, как в 90-х годах и так далее, и так далее. стоит ли купить акции или нет. Сдал такой вопрос. Дорогие мои, если вы понимаете фондовый рынок, купите, если вы понимаете. если вы не понимаете, у вас есть небольшая сумма денег, поконсультируйтесь, поконсультируйтесь, но небольшой процент от своего портфеля можете купить. Я тоже хочу купить. Я пойду, куплю в эту неделю, обязательно куплю. Небольшой, небольшой этап, обязательно покуплю. Есть такие компании, которые они все равно, их услуга, их продукт востребован, как бы мы ни говорим. Есть такие компании. Но я не буду сейчас озвучивать, потому что, чтобы не получилось, как будто я рекламирую кого-то и так далее. Я не это не буду говорить. Поэтому, если вы анализируете, вы видите, компании, которые долго на рынке стоят, компании, которые вкладывали огромный капитал, свое, можно сказать, состояние развития и так далее, инфраструктуры, экосистему создали. Да они что, думаете, что от того, что такое произошло сразу в вечер, то они все и закроются, что ли? Да, конечно, нет. Они будут какие-то выходы найти все равно. Они все равно какие-то вещи будут делать. Так что, небольшой процент от своего портфеля, например, скажем, от 2 до 5 процентов от своего, максимум до 10 процентов своего портфеля можете купить из разных компаний. Я собираюсь купить у 10 разных компаний 5 процентов своего портфеля раскидать в них, потому что у меня нет опыта ценных бумаг, у меня есть ученик, который этим занимается, я сейчас собираюсь с ним созваниваться, чтобы консультироваться, сначала потом это делать, потому что без наставника лучше ничего не делать. Я за годы своей жизни уже понял, что ошибки двойные, тройные обойдутся, лучше посоветоваться потом делать. Это что касается акции. Следующий вопрос, который мне задавали, наставник, а если сейчас многие бизнесмены приедут к нам, очень многие российские компании приедут к нам, как быть? Очень многие, если, скажем, то есть многие российские компании приедут к Казахстан, Узбекистан, Киргизистан и так далее, как быть? Они же более сильные, они же более капиталом, больше и так далее. Возможно, возможно, такое произойдет. Ребята, возможно, такое произойдет. Но я хочу вам сказать так, если вы живете в этих странах, попробуйте это использовать на благо. Как на благо? Ну, частично, понятное дело, что рынок России привык уже к определенным продукциям. Частично он все равно привык, как бы ни говорят. Значит, соответственно, частично товары из-за границы будут возиться через Среди Азии в Россию. Это однозначно будет так. Возможно, бренд будут делать по-другому, то же самое будут закупаться с Китаем, просто другим логотипом. Может быть, то же самое качество, то же самое, это просто свет другой. Уверен, что это будет. Уверен. Значит, что вы можете делать? Станьте партнером с этим российскими компаниями. Станьте партнером, у них есть рынок, а вы станете им поставщиком. Просто закажите то же самое товар в Китае и так далее. Пожалуйста, и закупите, и продавайте, закупите, продавайте. Вы займитесь логистиками, поставками, они за ним займутся продажами. Просто, ну что там, название другое, прилепите туда. Китайцы прилепают, любой логотип, какой хотите. Им все равно, желтый, красный, белый. Любой краска покрасит вам, какой хотите. Так что, это для вас большая возможность, если вы можете это делать, добро пожаловать в мир успеха. Еще раз повторю, успешный человек не тот, который имеет кучу золота или кучу по наследству получал, или случайно разбогател, или нечаянно оказался в выгодном положении, купил что-то и так далее. Успешный человек это тот, который знает, что делать с ситуациями, которые жизнь преподносит ему ежедневно. Вот он успешный человек. Так что, если в такой ситуации мы попали, давайте от него сделим крутой успех. Давайте. Так что, думайте об этом. Фокус направьте на этих вещах. Следующий вопрос. Кто-то задал вопрос, наставник, можно недвижимость продавать сейчас в таком положении? Видите, недвижимость сейчас начинает подешеветь. Сейчас в дальний момент у людей запас немножко есть, они сейчас будут не чувствовать, но он чуть-чуть подешеветь будет. 15-20%, он 50% не дешевеет никогда. Ну, 15-30% может быть, будут подешеветь, а потом опять скачет рост. Это из опыта, который вы видели с 90-х годов до сегодняшний день. Некоторые города с 90-х годов до сегодняшнего дня, за 32 года, некоторые города 50 раз вырос, некоторые года 100 раз, 200 раз вырос стоимость недвижимость. Если недвижимость можете сдавать в аренду, получать пассивный доход, ничего не продавайте. Вот мой совет. Если вы можете недвижимость сдавать в аренду, получить пассивный доход, ничего не продавайте. Но если вы не можете его сдавать, он вам не нужен и так далее, тогда ради бога поставьте на продажу. А за счет того, что купить, я не рекомендую прямо сейчас купить, подождите еще полгода, Ясно станет. Потом можете купить. Теперь следующий мой совет. Два совета дам. Это советы для тех людей, которые готовились к кризису. Мы их назовем чемпионе. Дорогие мои, вообще-то кризис не бывает. Только есть люди, которые не готовились к нему. Пожалуйста, повторяю. Кризис не бывает. Только есть люди, которые не готовились к этому. Не готовились встретить кризис. Это похоже, что зима наступает все равно. Но есть люди, которые не готовились к зиму. Похоже на это. Это совет для таких людей. Для тех людей, у которых есть антикризисная программа. Для тех людей, которые стрессоустойчивы, сильны, стратег. Имеет антикризисная программа. Антикризисная стратегия. Обычно люди экономят деньги, когда идет рынок спад. Пожалуйста, внимание. Обычно люди деньги начнут экономить, когда рынок идет спад. А я обычно людям говорю, когда дела идет рост, когда рынок растушит, рынок сохраните деньги. Проблема людей в том, что в растущем рынке, они параллельно доход увеличивают расходы. Они широкими ногами шагают, тратят много денег. Но если вы, стратегия, и вы готовились к кризису, у вас было четкое понимание этого, и в растущем рынке, если вы сохранили деньги, сейчас у вас должно быть хороший капитал. Если у вас сейчас, значит, есть хороший капитал, что вы можете делать? Если вы знаете свой бизнес очень хорошо, если вы свой бизнес давно занимаетесь, долгие годы, тогда у вас появился шанс прямо сейчас стать лидером рынка. По крайней мере, увеличить свою долю рынка. Как? Если у вас, скажем, продуктовый магазин, у вас поставщики одни и те же, так? У вас поставщики одни и те же. Если у вас строительный магазин, большинство из вас поставщики одни и те же. Если у вас там какие-то еще, может быть, насосы продают, еще что-то продают, в общем, аграрный сектор и так далее, тоже поставщики почти одни и те же. У вас есть возможность сейчас расширяться. Как? У вас есть капитал, вы можете у поставщика узнать, кто из этих людей, которые держат эти магазины и так далее, затрудняется платить вам, не может платить. Спросите у поставщиков, кто на грани банкротства находится. Идите выкупить у них доля, или выкупите в селиком магазине, или выкупите у них бизнес. Вы можете его выкупить доступной ценой. И это позволяет вам три раза, пять раз быстрее расширяться, чем когда стабильнее в рынке. Почему? Потому что готовить точку, раскрушенной точкой, понимаете, готовить персонал. И если персональные подходы, в дальний момент вы можете нанимать лучших людей, потому что много людей без работы останется. И недорого можете найти хороших кадров. Вот исходя из этого, делайте вывод. Вот это два, последний мой совет, только для чемпиона. Только для чемпиона. Второй вещь, что я, в дальний момент я так делаю. Я сейчас увеличиваю количество своих магазинов парфюмерии. Я буду делать это. Я это делаю три раза в жизни, еще делаю. И это работает. Второй мой совет, в таком периоде никогда не сокращайте персонал. Это для чемпионов. Наоборот, видите, ведущие сотрудники, дайте хорошие премии. А можете, если вы готовы, дайте им чуть-чуть, поднимите им зарплату чуть-чуть. Только кто заслужил. А зачем? Представьте, на минуту, вокруг все говорят о кризисе, сокращении, безработницы и так далее. Везде вокруг приживание. Соответственно, ваш сотрудник дома, везде, среди своих друзей, везде слышит, что сокращение, везде слышит, что как тяжело, как трудно. Он тоже психологически на 30% уже триал, триает внутри, скажем, эффективности, энергичности и начинает подсознательно думать, не дай бог, наверное, у нас тоже сейчас будут сокращения, бессодержательный отпуск, наверное, отправят нас. Наверное, у нас тоже уменьшит сейчас зарплату. Он тоже начинает готовиться подсознательно, потому что видит вокруг, что происходит. А вдруг вы, говорит, ребята, я хочу, чтобы мы поднимались, сейчас проявляйте активность, сейчас два раза будьте в тонусе, будьте десантником, будьте чемпионом, потому что с вами мы вместе можем делать больше. С вами мы вместе можем дойти до определенного уровня. И аккуратненько начните шагать. Все, составьте новый фильм-модель, почитайте новую программу, потихонечку шагайте. Помните, побеждает тот, который делает шаг вперед. Я это убедился. Вот это два последних моих советов, только для чемпионов. Я так делаю. Так поднимался потихонечку. И те, кто эти мои советы соблюдал до пандемии, пандемия делал, они выигрыши. Несколько моих учеников хорошо выиграли. Несколько из них. Кто фокус держал на товароборот, кто расширялся вперед кризиса. Они все зарабатывали. Зарабатывали по два-три раза. Один из моих учеников, его годовой оборот был в 2019 году, 19 миллионов тенге. Представьте, в 2020 году 270 миллионов тенге. В 2021 году он закончил, 760 чем-то миллионов тенге. Вот почитайте, сколько рост в период кризиса. Потому что он слушал меня и делал эти советы. Он был парень, который всего 4 года назад начинал бизнес или 5 лет вот так. А есть таких очень много. Очень много таких. Я просто не буду озвучивать имена, потому что как-то не очень хорошо. Вот так вот, дорогие мои. Надеюсь, что это было полезным для вас. Пишите в комментариях ваши мнения. Сдавайте ваши вопросы по почте, которую видите под эту рубрику. Обязательно буду ответить на ваши вопросы. Послушайте рубрику «Советы Довлатова». К вашим услугам. Бизнес-наставник с Востока.